В Чувашии станут наказывать родителей, чьи несовершеннолетние дети после 22 часов вечера будут находиться в общественных местах на улице без сопровождения папы-мам. Такое предложение прозвучало сегодня на расширенном заседании коллегии в прокуратуре. Хотя закон о комендантском часе в Чувашии уже существует, детям до 18 лет запрещено находиться на улице и в парках с 22 до 6 утра, а в летнее время с 23 до 6. Но наказаний за нарушение этого запрета не предусмотрено. После внесения изменений безответственных родителей будут штрафовать. В среднем периоде, который сейчас прошел, в текущий год сотрудниками полиции ежемесячно выявлялось более 100 несовершеннолетних, находивших в общественных местах после 23 часов. При этом число совершивших подросткового ночного преступления возрастом на 41.2%. Такие меры должны снизить уровень детской преступности в регионе, считают надзорные органы. Сейчас в Чувашии 1149 детей стоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. При этом преступлений в этом году дети до 18 лет совершили на 3% меньше, чем в прошлом. Но количество тяжких преступлений увеличилось. Основной причиной преступности в среднем несовершеннолетних является неосознанность ими всей серьезности совершаемых поступков. А условиями их совершения чаще всего являются непополученное окружение, безнадзорность и беспризорность. В республике проводится целенаправленная работа по реализации государственной политики и по интересам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их. Снизить уровень подростковой преступности можно только совместными усилиями правоохранительных органов, учреждений образования и других структур. Но главное, все запланированные мероприятия должны выполняться. Пока профилактика во многих случаях проводится формально, но реально действующие меры приносят свои плоды. Это общественные воспитатели, закрепленные за трудными детьми, профильные военно-патриотические смены в лагерях. Невероятно сложная работа с детьми, которые сами становятся жертвами преступлений. Звучит ужасно, но в большинстве случаев от рук самых близких людей. На коллегии было принято решение усилить работу школьных психологов. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.